Три многоэтажки на 7 тысяч квадратных метров могут появиться в лесном массиве за домом на Казамазово-9. Информация возмутила жителей микрорайона. Чтобы выразить свою позицию, они собрали подписи против строительства и обратились с проблемой в нашу рубрику «Городской дозор». Ни одного человека нет, который бы сказал, да, это строительство нужно. Хотя, в принципе, мы все понимаем, что строительство – это дело хорошее, но не в этом месте. Мы вообще-то за строительство, но есть много других достойных мест, где можно это все построить. Основной аргумент против строительства у жителей Казамазовой и Саровской ривьеры звучит так. Чтобы обеспечить доступ к новым домам, необходимо будет построить дорогу, ту самую соединяющую Советскую и Музруково через внутриквартальную территорию ривьеры, и против которой горожане выступали при обсуждении нового генплана. Тогда также собирали подписи, и на публичных слушаниях саровчанам пообещали – дороги не будет. Дороги не будет. Проезд никто там не планирует, даже не регулирование генерального плана. Судьба участка за 12-й школой могла сложиться иначе. Эту территорию предлагала благоустроить компания «Саровинвест» еще в 2017 году. По проекту планировалось продолжить пешеходную набережную от ривьеры до понтонного моста. Кроме этого, «Саровинвест» готов был инвестировать средства в реконструкцию стадиона 12-й школы и взять на себя все расходы по его обслуживанию, сделав стадион при этом доступным для жителей микрорайона. Проект застройщика администрация не поддержала. Стадион реконструировали в этом году. У городской казни он обошелся в 40 миллионов рублей. А на участке, где было предусмотрено благоустройство, администрация планирует построить многоэтажки. Жители Казамазово узнали об этом из попавшего в их руки письма заместителя главы администрации Леонида Бородулина. До сих пор непонятно, кто застройщик планируемый, кто заказчик. Я пытался получить информацию в администрации, в агентстве недвижимости, в фонде социального развития. Никто не дал более-менее приемлемой для восприятия информации. Своё письмо протеста, в котором стоят 106 подписей, жители Казамазовой и Ривьеры направили к главе города. Они намерены до последнего отстаивать свои права. Чтобы их мнение услышали, они требуют проведения публичных слушаний. При необходимости мы оставляем из своего права обращаться и в другие инстанции, например, к губернатору Нижегородской области, который очень внимательно смотрит за выполнением программы комфортных условий проживания. А также мы можем обращаться в прокуратуру областную, городскую и так далее. Как стало известно нашей редакции, строительство в лесном массиве на Казамазово-9 планирует осуществлять некое ООО «Саровсоцстрой». Компания зарегистрирована в марте текущего года в Нижнем Новгороде. Организация предлагала ядерному центру построить служебное жильё на этом месте, рассчитывая получить бесплатно земельный участок. Позиция «Саровсоцстрой» следующая. ВНЕФ гарантирует выкуп построенного жилья и будет способствовать в получении всех необходимых разрешительных документов. В проекте, который предлагает «Саровсоцстрой», не заложена никакая социальная и инфраструктурная нагрузка, только строительство домов и никакого благоустройства. Более того, администрация города увеличила размеры участка под застройку и изменила границы стадиона школы, уменьшив его. Уж такая позиция наших местных чиновников – это максимально засекретить всё, а потом поставить перед фактом. Мы направили запрос в Орфиадс в НЕФ, чтобы уточнить, ведёт ли предприятие переговоры с компанией «Саровсоцстрой» и готовы ли заключить соглашение о строительстве служебного жилья на земельном участке за 12-й школой с гарантией обязательного выкупа. О полученной информации расскажем в ближайших выпусках новостей.